С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. Дмитрий Медведев вновь избран председателем партии «Единая Россия». На новый пятилетний срок его избрали члены партии и делегаты съезда, который прошел в Москве. Вместе с выборами председателя партии прошли и выборы руководителя Высшего совета. На эту должность вновь избран Борис Грызлов, а секретарем Генерального совета Сергей Неверов. Вместе с тем в составе самого генсовета произошли существенные изменения. Согласно решению съезда он обновился наполовину. Ключевым событием форума стал доклад председателя партии, в котором были подведены итоги пятилетнего этапа работы партии, выборной кампании 2016 года, проанализированы первые месяцы работы фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, обозначены пути реализации предвыборной программы и послания президента, а также определены главные направления партийного строительства. Мария Владимирова продолжит. Съезд партии «Единая Россия» в этом году на площадке ВВЦ собрал более трех тысяч человек. Это делегаты, представители профильных министерств и ведомств, общественные организации, депутаты и представители средств массовой информации. Два рабочих дня в детальном обсуждении работы партии и реализации партийных проектов. Итоги работы по реализации предвыборной программы партии и определения приоритетов работы «Единой России» в текущем году обсудили на семи дискуссионных площадках. Одна из них – качество государства, эффективность власти и народный контроль. Современные политики России, которые реализуем мы вместе с вами, – это ответственная политика. Это честная политика, которая готова постоянно к диалогу и к обсуждению. И готова не только к обсуждению задач, но и отчету по достигнутым результатам. Несмотря на то, что после съезда партии, где мы принимали нашу общую программу действий, прошло всего лишь полгода, мы сегодня с вами уже можем обсудить вполне конкретные, осязаемые результаты нашей общей работы. Говоря о первых шагах реализации программы партии, Ирина Ировая отмечает необходимость повышения парламентского контроля, повышения качества государственных услуг, называя это важнейшими направлениями. В частности, «Единая Россия» с помощью своих региональных отделений в 2017 году намерена усилить парламентский контроль за целевым использованием бюджетных средств на региональном уровне. Когда мы говорим об эффективности государственной власти, то здесь речет об эффективности управленческих решений. И вот, наверное, новое, что было сказано, это о том, что будет наступать ответственность за правильность принятия решений тем или иным чиновникам. Ну, это, наверное, правильно, потому что должна присутствовать обратная связь. И вот такая возможность при принятии решений, она должна присутствовать. В 2017 году «Единая Россия» будет реализовывать два проекта в сфере культуры – «Местный дом культуры» и «Театры малогородов». Об этом заявила заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова в ходе дискуссионной площадки «Умная сила» и «Культурное лидерство». Так, по её словам, в 2017 году на реализацию проекта «Местный дом культуры» выделено из федерального бюджета почти полтора миллиарда рублей. Депутат заметила, что эти небольшие деньги станут первыми шагами в программе ремонта сельских клубов. Причём на эти цели необходимо привлекать и средства местных бюджетов. Я думаю, что мы и в Ненецком автономном округе будем реализовывать и обращать внимание на эти проекты. Ну и вместе с тем партия даже не то, что обратила внимание, а чётко сказала, что люди, ответственные в рамках региональных отделений, будут отвечать за эти проекты, их продвижение, их реализацию. И поэтому мы можем говорить о том, что результат этой работы, он должен быть виден. Партия реализует и проекты, связанные с доступностью и повышением качества медицинской помощи. В ходе работы дискуссионной площадки «Здоровое будущее» обсуждались не только вопросы, связанные непосредственно со здравоохранением, но и аспекты, касающиеся качества жизни и среды обитания россиян. Затрагивались вопросы экологии, качества продуктов питания, формирования навыков здорового образа жизни, воспитания подрастающего поколения. С начала работы седьмого созыва Госдумы в ходе осенней сессии были приняты такие важные законопроекты, как строительство перинатальных центров, причём за ходом их возведения ведётся парламентский контроль. Продлено действие программы «Земский доктор», сделан акцент на развитии высокотехнологичной помощи и санитарной авиации. Впереди реализация новых инициатив. Будет в скором времени выйдет в работу единая электронная база клинических рекомендаций, которая позволит также отслеживать электронным путём качество. Будет выйдет законопроект, который утвердит использование этих клинических рекомендаций на всей территории Российской Федерации. Самой оживлённой стала площадка «Быть хозяином в собственном доме». Это тоже один из пунктов предвыборной программы партии. Очень много было выступающих из регионов, которые задавали вопрос в основном касающийся улучшения работы управляющих компаний. И я для себя сделала выводы, что у нас в регионе есть над чем работать, надо улучшать работу по просвещению потребителей, поучить граждан быть собственниками в своём доме совместно с органами власти, совместно с некоммерческими организациями, курирующими работу в сфере ЖКХ, совместно с управляющими компаниями. Обсуждение работы дискуссионных площадок, участие в которых приняли 1400 человек, продолжили и во второй день работы съезда, на пленарном заседании. Его открыл председатель партии Дмитрий Медведев. Он подвёл итоги работы за прошедшие пять лет. Этот путь не всегда был простым. Политической системе, в которой работали партии до 2012 года, нужны были перемены, так как в обществе сформировался запрос на её изменения. Полководством страны в тот период было многое сделано для повышения конкурентности и открытости политической деятельности. Единая Россия начала меняться первой. Работать усиленно придётся и дальше, отметил Дмитрий Медведев и призвал делегатов съезда расстаться с иллюзиями, что в отношении России будут отменены санкции. Это случилось надолго. И надеяться нужно только на себя. Мы должны заниматься своей страной, мы должны заниматься своей экономикой, мы должны заниматься своим населением. И то, что сегодня во главу угла ставится конкретный гражданин с его чаяниями и проблемами, вот это самое важное. И второе, что мы должны собственные проблемы решать самостоятельно. И надеяться по большому счёту на какое-то чудо, у нас сегодня такой возможности к счастью нет. Также был отмечен ряд поддержки тех отраслей, которые сегодня показывают, конечно, рост. В первую очередь, это сельское хозяйство. Здесь мне очень приятно, что наш округ идёт в таком общероссийском тренде. Я всегда говорил, что низкоавтономный округ – это такая небольшая проекция нашей страны. У нас огромная территория, низкая плотность населения. И, конечно же, тот вектор, который сегодня мы задали – это развитие собственных производств. Это создание рабочих мест, не связанных в прямую с бюджетной сферой, но при поддержке бюджета, так как субсидирование различных видов деятельности. Чтобы обеспечить устойчивость региональных бюджетов, правительство приняло ряд мер. В частности, заложило в федеральный бюджет средства на бюджетные кредиты регионам. Мы знаем сегодня, какое положение во многих субъектах. Закредитованные имеют большой государственный долг. Вот это, я считаю, очень важная и главная задача для всех органов государственной власти, начиная с федеральных органов власти, правительства, депутатов Государственной Думы и, конечно, нас, чиновников, депутатов нашего регионального уровня. И в этом вопросе уже сделаны некоторые шаги, в частности, в федеральном бюджете на текущий год. Запланированы действительно хорошие, солидные суммы для поддержки регионов. В том числе и 200 миллиардов рублей для выделения бюджетных кредитов для регионов Российской Федерации. Среди новых задач на ближайшие пять лет Дмитрий Медведев назвал кадровые ротации, открытость перед людьми, партийную систему защиты прав граждан. Еще одна задача – народные списки. Дмитрий Медведев определил, что через процедуру праймерис в ближайшие пять лет будут проходить и кандидаты в региональные парламенты. Абсолютно правильное решение. Еще раз повторюсь, вот именно предварительное голосование на этой стадии, когда мы ведем дебаты, когда мы вступаем в прямой диалог с жителями округа, как раз вот именно на этом этапе и определяются реальные лидеры, как в политической жизни, как в конкретных делах с точки зрения профессионализма, личных, моральных качеств. Человек как бы прозрачен в ходе этих предварительных голосований. Поэтому абсолютно правильное решение, председатель партии это озвучил на съезде, что уже на выборы в региональные органы власти мы, безусловно, будем проводить предварительное голосование. Еще одна задача, определенная Дмитрием Медведевым – усиление значимости первичных организаций. В связи с этим он предложил увеличить представительство первичиков в Генсовете с 20% до 30%. Благодаря этому в принятии решений сможет принять участие большее число партийцев, а обратная связь станет лучше. Сегодня Единая Россия – это более двух миллионов человек. Все разные, но цель одна, подчеркнул Дмитрий Медведев. Успех каждого – успех Россия.